Биржа, подобно большой психиатрической больнице. Об этом сегодня и пойдет речь. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Многие считают, что для того, чтобы торговать на бирже, надо обладать математическим складом ума, математическими знаниями. Это не совсем так. И вот вам пример. Смотрите, в 90-е годы один советский психиатр сбежал в Америку в начале 90-х. И там он работал немножечко психиатром, но потом пришел на биржу. И когда он разобрался с тем, что происходит на бирже, он сказал, слушайте, ребята, да здесь все, как у нас в психиатрической больнице. Абсолютно то же самое. Есть фобии, есть панические страхи, панические распродажи, есть слепая вера в какого-то бога, лидера, там, не знаю что. Есть масса пациентов и есть врачи, которые их лечат. Все то же самое абсолютно. И этого человека великолепного звали Александр Элдер. Почему звали? Его и сейчас зовут Александр Элдер. И он, когда понял все вот эти закономерности, он сказал, слушайте, все же как на ладони, как в психиатрической больнице. Вот она, картина болезни. Понятно. Потому что надо просто посмотреть и все, и понять, что это такое. И этот великолепный человек, ну, он начал интересоваться этим. И он начал, как бы вот, все эти закономерности пытаться не просто понять, а облечь в цифры. Он, в принципе, был очень умный и как математик тоже, на самом деле. И поэтому он создал один из лучших индикаторов технического анализа биржевых, который входит в классический набор. Это индикатор Элдера, он так и называется. И вот он. Смотрите, вот мы можем его найти здесь в списке индикаторов. Ну, я его уже вывел. Вот он. Элдерс Форс Индекс. Индекс силы Элдера. Вот что он сделал, наш простой советский психиатр. Вот я вывел этот индикатор. О чем говорит индикатор? Он говорит о силе быков и силе медведей. Ну, давайте посмотрим, что пишет о нем в интернете. Смотрите. Тремя составными частями индекса силы являются основные компоненты рыночной информации. Направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда индекс силы сглаживается скользящими средними, moving average, да? Те, кто проходил курс биржи для чайников, знают, что moving average, я с него начинаю технический анализ. Результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. То есть, баланс сил быков и медведей. То есть, кто сильнее, так сказать, заряжен. Вот. Считается, что индекс силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и объема в единую величину. Кто-то говорит, что главная это цена, там скользящие средние. Кто-то говорит, на объемы смотри, смотри на объемы. Так вот, Элдер смог скомбинировать это и цена и объемы, и на основе этой он сделал индикатор. Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительная разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна, а если ниже, то сила отрицательна. То есть, если тьфу, то сила положительна. Вот. И фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов. Вот такой человек, очень нетривиальный, очень интересный. Он присутствует в интернете, он несколько раз уже приезжал в Россию. Он хорошо, значит, разбогател, потому что вот он это понял. И он рассказывает о своем индексе. И я еще могу сказать, что он написал несколько книг. И эти книги великолепно читаются. Великолепно. И я вам очень советую найти книги Александра Элдера и хотя бы одну из них почитать. Это бестселлеры, понимаете? И очень многое становится ясным. И он доказал, что не только математики, не только люди с техническим складом ума, но и обычные гуманитарии вполне способны зарабатывать на бирже большие деньги. Я надеюсь, это видео кому-то поможет в понимании того, как все происходит на бирже. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Лайк и подписка.